В наши дни портреты пишут за 7 минут, рисовать обучают за 3 дня, английский язык втолковывают за 40 уроков, 8 языков одновременно преподают с помощью нескольких графюр, где изображены различные предметы и названия их на этих 8 языках. 8. Словом, если бы можно было собрать воедино все наслаждения, чувства и мысли, на которые пока что уходит целая жизнь, и вместить их в одни сутки, сделали бы, вероятно, и это. Вам сунули бы в рот пилюлю и объявили – глотайте и проваливайте. Это написал Шамфор в книге «Мысли и Максим». Между прочим, он жил во время Великой фактической революции, то есть конец XVIII века. Заметьте, сейчас у нас начало XXI, то есть прошло больше 200 лет, а желание быстро-быстро и все сразу, оно совершенно не изменилось. То есть, когда вам говорят, что есть какая-то новая технология обучения, вспомните, что с этой ровно новой технологии обучения воевал Шамфор в 1790-каком-то году. Ну ладно. 384-я задача. Машина едет со скоростью 60 км в час. Насколько следует увеличить скорость, чтобы на каждом километре выиграть одну минуту? Замечательная задача. Кажется, что почему не выиграть? Одну минуту, да, просто проехать быстрее. Но, если внимательно приглядеться, что такое час? Час от 60 минут. Поэтому у нас скорость это 60 км за 60 минут. Проще говоря, скорость это километр в минуту. Смотрите, что было бы, если бы мы действительно сумели выиграть минуту на километре? Мы сумели бы пройти этот километр за нулевое время, за ноль минут. А это невозможно. Можно за секунду, так сказать, быстро-быстро. Кстати, интересно, километр в секунду. Какая скорость вообще бывает? Один километр за одну секунду. Это вообще то же самое, что 60 км за одну минуту. Так, а это 3600 км за один час. Ну, если кто летал на самолетах, то, наверное, вы помните. Обычный самолет летит со скоростью 800-900, ну, максимум, 1000 км в час. Значит, это в 3, даже в 4 раза быстрее, чем самолет. Ну, в принципе, такая скорость бывает. То есть, у ракеты могут так летать. Вот, ну, вот даже самолеты. А, еще есть объяснение. Все помнят, какая примерно скорость звука. На какое расстояние проходит звук за секунду? Примерно 300 метров. Замечательно. Значит, это примерно 3 скорости звука. Кстати, это объяснение того, почему гражданские самолеты могут лететь со скоростью 1000 км в час, но почему-то не хотят лететь со скоростью 1200. Дело в том, что преодоление звукового варьера – это очень особая ситуация. Меняется то, как самолет движется относительно воздушных потоков. Вообще, попытка летать на сверхвуковых скоростях была. Военные самолеты, конечно, летают. Ну, истребители, конечно, летают на сверхзвуке. Был самолет и выполнял даже регулярные рейсы. Но, к сожалению, оказалась коммерчески невыгодная эксплуатация. Сейчас, может быть, и вернутся к скоростям выше, чем скорость звука. Но, вроде бы, это все-таки тяжело. И такая технология, которая сейчас очень активно разрабатывается, это чтобы двигаться со скоростью выше звуковой, но в специальном туннеле. То есть, прорыть или как-то по-другому построить длинный-длинный туннель, более-менее выходчик оттуда воздух и уже такая капсула ввода рада. Пока этого еще нет, но вот мы увидели. Заметьте, пожалуйста, если вот мы на километре сэкономили 59 секунд, это нас привело уже к сверхзвуковой скоростям. В три раза быстрее, чем звук. Давайте подумаем, а если бы мы сэкономили на километре 58 секунд? Ситуация бы очень сильно изменилась. Здесь было бы делить на 2. Скорость все еще осталась по сверхзвуковой, но было бы уже 1800. А если бы мы разрешили себе сэкономить на километре не минуту, а 50 секунд, то у нас остались бы целых 10 секунд. Скорость была бы 360 километров, но это уже такой медленный самолет, это уже такая абсолютно нормальная, понятная скорость. А сэкономить полминуты и было бы здесь делить на сколько? На 30 секунд. Было бы 120 километров в час. А 120 километров в час, тогда же машина не ездит. То есть, смотрите, полминуты сэкономить можно. Для этого просто машина должна вместо 60 километров перейти на скорость 120 километров в час. В принципе, в принципе, пробок, если что-нибудь хорошая дорога, это реально. А вот минуту никогда. Спасибо.